Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро всем, кто смотрит меня на канале Афонтова и всем, кто подписывается на мой канал Голова Садовая на YouTube. Сегодняшняя тема, что делать с ботвой, если ее слишком много и уже ее и закапывать нету сил, и сжигать вроде как жалко. Как же ее оставить до весны, чтобы потом не отколупывать все вместе со льдом и ждать, когда же это все оттает. Значит так, берем три какие-нибудь палки. Это может быть и штакетник, и просто палки, но у меня на все случаи жизни вот такие палки. Берем проволоку какую-нибудь или веревку и связываем палки так, делая треногу. Главное, чтобы ее потом не снес ветер, но уверяю вас, что ветер при весе травы, которая будет сверху, ей ничего плохого не сделает. Все стоит очень твердо и плотно. Зачем мы это сделали? А вот смотрите, что я буду делать дальше. Я беру эту ботву, буду брать не по многу, потому что мне хочется показать, как все должно выглядеть. Оденьте ее вот так. Она должна держаться вот так. Ну, может быть, тут тренога и не будет нужна. Оденьте перчатки. Вот у меня в данном случае тут крапивы очень много, которую я просто обожаю. И одевайте. Вы увидите, что получится. Одевайте ее. Ботва картофеля годится, конечно, как нельзя лучше. Но вот то, что делаю я, оно не примерзнет. То есть там все время будет продуваться ветром. А что еще важнее, вот в таких кучах обязательно осенью мыши совьют себе гнезда. Причем в огромном количестве. И из каждого гнезда весной выползет штук по... Мама дорогая, не знаю даже, чтобы вас не расстроить, как это сказать. А вот при таком вот хранении ботвы на зиму, а ведь она может пригодиться нам еще и в парниках, да, как подкладка от холода. Поэтому предпочитаю обходиться без мышей и без того, чтобы потом отдалбливать. Вот куда ботву можно деть? Ну, на въездную дорожку, машину негде поставить. На грядку, значит, она примерзнет. Это куча, и ее уже никакими силами не уберете. А ведь нам сеется-то надо сибирякам, начиная уже с апреля месяца, потому что в апреле почва уже оттает. Все будет замечательно. А если примерзла, как сеять? Пол грядки сеять, пол грядки нет? Это все неправильно. А вот то, что я делаю, и это, мои дорогие, правильно. Вот есть такая ботва. Можете ставить вот таким образом. И, пожалуйста, любое количество вот этой красоты оставшейся. Все, что угодно. Ботва длинная, будет себя хорошо вести, замечательно. Ботва короткая, ее первую уложите. Зафиксировать можно досками, придавить досками. А можно просто связать эту макушку, и у вас все получится как надо. А рано весной, когда вы приедете на дачу, у вас обязательно возникнет желание ее сжечь. Будьте внимательны и аккуратны. Для того, чтобы сжечь этот костерчик, а он видите какой, он еще и снегозадержанием будет заниматься. Можно, конечно, подломить ее, чтобы она так не торчала, но это личное дело каждого. Мне легче все это связать, доставить все это вокруг. Принцип вы поняли, почему так? Потому что никто никуда не примерзнет, мыши не заведутся. Но если сжечь, тогда вокруг нужно сделать канаву. Откопать канаву можно с осени, если вы на этом месте собираетесь сжечь. Но я вам рекомендую все-таки все это уложить потом в парники. Нет ничего лучше, чем то, что дала природа. Вы поймите, если туда внести навоз, а потом закрыть пленкой. Температура такова, что ваши растения сразу начинают страдать. Огурцы и бахчевые все страдают. Во-первых, там должно быть вот таким диаметром, вот такой глубины выкопана круглая лунка, где только почва может находиться. Там навоза быть не должно. Если вниз подложить такую траву, температуры горения такой не будет. Да, от холода, от холодного горизонта. А в Красноярске промерзание на 2 метра 40 сантиметров вглубь. Это горизонт промерзания. Поэтому если это сделать весной, ну убрать почву, а можно не убирать, можно сверху насыпать. То есть это будет теплая подушка и для корневой системы. И если даже среди этой ботвы, уложенной сверху, сделать лунки, насыпать почвы, растения будут подогреты. Понимаете? Воздух между веточками, он всегда будет нагрет и будет нести не холодную температуру. Я надеюсь, что вы меня слышите. Да? Я вижу ваши глаза вот такие. Ну не удивляйтесь так. Это все просто. Я наверняка думаю, что у каждой хозяйки найдется немного времени, чтобы сделать подобным образом. А вон там лежат кучи, еще и горохи всякие там. Капусту, конечно, я закопаю однозначно. Вы можете и малиновые ветки так сложить. Но помните, что потом надо веревкой обвязать, чтобы ваша вот эта конструкция стояла очень прочно, чтобы ветер ее не снес. На этом я с вами попрощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok